И снова, здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, братья и сестры. Данное мое видео будет посвящено одной единственной, но крайне обширной теме. Это ситуация, складывающаяся в Армении на данный час. Как вы, наверное, осведомлены, в Армении сейчас происходят события, которые подобны тем событиям, которые развивались в свое время на территории Советского Союза в момент его развала. Также можно сравнить ситуацию в Армении с ситуацией, которая складывалась в Азербайджане в конце 80-х и в начале 90-х. Можно сравнить ситуации в самой России. Уже, что касается постсоветских времен, начало 90-х годов. Все против всех. Интересно. Ну, давайте приступим. И начнем со статьи, в которой говорится о том, о чем вы, наверное, знаете. Протестующие устанавливают палатки у здания парламента Армении. То есть, события радикализируются. Напряжение достигает своего пика. Данная статья очень обширная, и вы с ней сможете ознакомиться. В ней достаточно подробно говорится о тех поэтапных списке событий, которые происходили в течение дня. Но давайте пойдемте дальше. Как вы, наверное, тоже осведомлены, генштаб Армении решил настаивать на отставке Пашиняна. То есть, генштаб Армении решил поддержать митингующих, части митингующих, именно части. Потому что часть митингующих как раз-таки поддерживает Пашиняна. То есть, Армения распадается. Но прежде чем мы пойдем говорить, тире, обсуждать с вами о распаде Армении, на какие части она распадается, давайте с вами еще раз остановимся на генштабе Армении. Почему я акцентирую ваше внимание на данном аспекте? Потому что одним из лидеров, тире, в кавычках, личностей, занимающих немалый пост при генштабе Армении, является Владимир Пагасян. Интересно, кого поддерживает Владимир Пагасян? Протестующих? А ведь именно Пашинян и нынешний президент Армении пригласили Владимира Пагасяна, как так называемого специалиста, заново занять большой пост на вооруженных силах Армении. Интересно. Генштаб Армении также поддержали представители вооруженных сил Армении. Все это уже повлекло к отставке заместителя генштаба. Да, он был уволен. Но давайте пойдемте дальше. Давайте пойдемте дальше и перейдемте с вами к следующей статье. Вот эта статья, она сейчас находится перед вашими глазами. Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении. Но чему здесь удивляться, дорогие мои? Ведь вооруженных сил Армении не существует. Есть боевики, которые привыкли решать проблемы с помощью оружия. С помощью неконституционных шагов. Не так ли? Поэтому здесь удивляться, на мой взгляд, не стоит. Но вот дальше мы с вами переходим к крайне интересному моменту, который практически отображает другую реальность. О чем я говорю, вы сейчас поймете. Армен Сарксян обратился к гражданам Армении, чтобы они не шли в разрез, чтобы их шаги не шли в разрез к конституционному порядку, законам Армении. Знаете, что интересно? Что данное заявление сделал не Пашинян, против которого, в общем-то, и выступает многочасть народа, а также вооруженные силы, а именно Армен Сарксян, которому, в общем-то, ничего не грозит, на первый взгляд. Интересно. У меня даже складывается такое ощущение, что военный переворот это переворот не против Пашиняна, а против Армена Сарксяна, президента Армении. Потому что я опять подчеркиваю, не Пашинян выступил с данным заявлением, а именно Армен Сарксян. Также в подтверждение своих высказываний можно, я приведу вам еще одну статью, в котором уже сам Пашинян делает крайне любопытное заявление. Пашинян, если Сарксян не подпишет мое решение, он присоединится к оппозиции. Подождите. То есть из слов Пашиняна как раз таки и выходит то, о чем я вам говорил, что оппозиция, во всяком случае большая ее часть, направлена не против Пашиняна, а против нынешнего президента Армении. Интересно. Не так ли? Но давайте продолжим. Единственные службы, которые остаются верными, условно назовем верными, конституционным законом, это правоохранительные органы. В частности, Генпрокуратура Армении, которая осудила генералов, призывавших к военному путчу, давайте все называть своими именами, потому что неужели кто-то верит, что если военные добрались бы до власти, что они хоть словом обмолвились о народе или об оппозиции. Да нет, дорогие мои. И вот здесь я очень боюсь, что одной из тех заговорщиков, боюсь в кавычках, и является Владимир Погасян. неспроста он, скажем так, после многочисленных своих выступлений против Кочаряна, против Сержа и так далее, также клеймя Араика Рутюняна вдруг приезжает в Армению, принимает из рук президента Армении медаль и забывает про свое несогласие с Араиком Арутюняном. Интересно. Кроме этого, как же ген... также хочу еще раз вернуться к главному штабу Армении. Интересно, как генштаб Армении сможет работать тире поддерживать Кочаряна, кого они неоднократно гнобили. В частности, гнобил тот же самый Владимир Погасян. Я подчеркиваю, данная военная попытка переворота никак, на мой взгляд, не связана с оппозицией. Да, военные просто решили сделать вид, что подыгрывают оппозиции. Но, увы и ах, картинка более сложная. Во всяком случае, это мое мнение. Давайте продолжим и перейдемте к следующей статье. Фракция «Мой шаг» поддерживает Пашиняна и обвиняет военных безответственности. Я бы назвал более жестко саботаж, военный переворот, хунта. Это единственная правда и единственное верное значение, которое можно придумать в сторону так называемых вооруженных сил Армении. Других понятий я не подберу. И здесь есть еще один крайне важный момент. Меня интересует, а как относится данная партия «Мой шаг» к тому заявлению, которое сделал Пашинян касательно того, что если Сарксян не начнет с ним сотрудничать, президент Армении, то он, то есть Пашинян уйдет в оппозицию. Интересный вопрос, потому что в данном случае ответ на данный вопрос будет означать еще большую правоту того утверждения, о котором заговорил ваш слуга, что Пашинян не является врагом и основной целью так называемой оппозиции в Армении, а главной целью является свержение Сержа, нынешнего президента Армении. Но давайте пойдемте еще чуть дальше. И перейдемте к еще одной статье. Это статья с российского интернет сайта, информационного интернет сайта, в котором так же, как и в азербайджанском, на азербайджанском сайте очень подробно описан ход событий за последний день касательно попытки, в частности, военного переворота и вообще митингов в Армении. Как вы видите, последняя дата до событий датируется 6 часам вечера. ЕС призвала противоборствующие стороны в Армении к сдержанности и спокойствию. В частности, давайте еще раз прочтемте, что заявил Евросоюз. Евросоюз внимательно следит за ситуацией в Армении. Призываем всех участников событий проявить спокойствие и избегать риторики или действий, которые могут привести к дальнейшим эскалации. Говорится в заявлении официального представителя внешнеполитических служб ЕС Питера Стану. Интересно. Ну и последнее в данном случае уже видео для того, чтобы полностью вы были ознакомлены с тем, что происходит. В этом видеоролике вы увидите митинг и выход Пашиняна на площадь республики. Да, прежде чем вы его посмотрите, я хочу сказать, что данная тема будет продолжена и в следующем видеоролике, только мы с вами уже будем обращать внимание не на само событие, а на высказывание различных политиков касательно тех событий, которые разворачиваются в Армении. Ну что ж, давайте приступим. Я же с вами заранее попрощаюсь вам желаю насколько можно приятного просмотра, всегда ваш Сейдов Камран. Приступаем. Армения также назвал ситуацию в стране напряженной, но управляемой. Знаете, что меня больше всего в этом я вынужден внести парочку корректив насмешило, что многие представители так называемой блогосферы из армянства заявляют о том, что Пашиняна поддерживают меньшинство. Но что же мы сейчас видим? Мы видим представителей военных, которые идут вместе с Пашиняном. И мы видим множество народа, граждан Армении, которые также идут рядом бок о бок с Пашиняном. То есть не все так однозначно. Давайте продолжим данный просмотр. И по его словам, нужно договориться, чтобы избежать столкновения. Никол Пашинян читает заявление военных с требованием об отставке правительства было эмоциональной реакцией. Кроме того, премьер-министр сообщил, что он и его семья не собираются бежать из Армении. Народа достаточно много. Это так, для того, чтобы никто не верил в ту ложку, которую в неочередной раз армянство старается выплюснуть. На этом я с вами прощаюсь. До следующих встреч на моем канале. До свидания.